Добрый день! Этот выпуск территории культуры посвящен моде. Существует ли мода в Карелии? Кто ее создает? Чем похожи и чем отличаются мода и стиль? Узнаем! Ах, мода, мода! Кажется, само это слово магически действует на большинство женщин, да и на многих мужчин тоже. Повышает настроение, вносит яркие краски в серые будни, особенно когда тепла и света так не хватает. Ваш внешний вид сразу приковывает к себе внимание. Вы считаете себя модным или стильным человеком? Спасибо большое! Я считаю себя счастливым человеком. Мне кажется, это самое главное. Когда ты счастлив, ты будешь и моден, и будешь и стилен. Мне кажется, это те флюиды и та атмосфера, которую ты задаешь вокруг себя. Эта осень выдалась в Карелии модной как никогда. В Петрозаводске прошло два фестиваля, где начинающие и опытные художники-модельеры представили свои коллекции. Мы посетили оба. Культура моды – это, опять же, сохранение традиции, сохранение элегантности, сохранение стильных решений, да. Поэтому я думаю, что мы про это. Сколько красивых, стильных, модных и наверняка счастливых людей собрала первая фэшн-неделя «Стиль решает». Событие объединило более 20 стилистов, дизайнеров одежды, украшений и аксессуаров, а также фотографов и художников. Так что же решает стиль? Все. Стиль решает все на самом деле. Потому что даже в забытых вещах из бабушкиного гардероба добавив немножко крупинку стиля и чуть-чуть творчества, можно получить обалденные вещи. На модных показах, которые длились два вечера, были представлены только карельские бренды. Основой концепции недели моды «Стиль решает» стала идея экологичности как образа мыслей и жизни. Освободиться от всего лишнего в своих головах и шкафах. Не охотиться за последними модными новинками, а дать новую жизнь старым вещам. Растет новое поколение. Они смелее, амбициознее. Вот я вчера на показе очень часто слышала слово «бренд». То есть мы никогда себя так не сможем назвать. Насколько сложно создать свой бренд? Не скажу, что сложно, но один не создашь. Нужна команда. Нужны единомышленники, которые тебя будут мотивировать, и ты их будешь мотивировать. Я люблю что-то создавать новое, совершенно новое, которое не существует. И как бы хочу продвигать технологии. Совсем недавно самый молодой участник недели моды Илья Фрайзенберг победил в конкурсе «Студенческая весна» и уже создал свой бренд «Зебер». Насколько он ответит запросам современников, выдержит ли конкуренцию, покажет время. А ну если сейчас, вот в 20 лет, у них будет одна-две прекрасных модели, значит их будет больше, значит их будет много. И вот я с оптимизмом посмотрела на растущую молодежь, и мне вот очень понравилось. Какое впечатление оставила первая в республике неделя моды? Эстетический шок на самом деле, потому что… Со знаком плюс или минус? Со знаком плюс, со знаком плюс, конечно. К теме переработки сырья обращается все больше дизайнеров, особенно молодых. Мария Черепанова – одна из них. Первая – это, конечно, экологичность производства, то есть я, вы заметили, шью из советских тканей. Еще использую фурнитуру, также деревянную, металлическую и перламутр. У меня еще есть пуговицы, не пластиковые, что тоже позволяет сделать производство более экологичным. Так что зеленый бренд. Я с ним зеленым, зеленый бренд. Сменить деловой офис на швейную мастерскую, открыть свое дело – смелый шаг. Но Мария не жалеет о том, что его сделала. Каждое платье она создает под конкретного человека, с учетом его внешности, цветотипа и особенности характера. Получается уникальный образ или лук по-современному. Но в определенной стилистике рюши, оборки, фонарики переносят нас мысленно в 70-е годы прошлого века, когда девочки не стеснялись быть девочками, романтичными и озорными. И у вас было что-то похожее. Чечевица – это про тех, кто любит естественность и удобство. Мне комфортно, я хожу в них каждый день, это натуральный хлопок, поэтому в нем вот именно целый день работать очень хорошо. Экологичность – один из принципов работы и известного далеко за пределами Карелии швейного предприятия «Зум». Вот здесь слово «бренд» уже вполне уместно. Молодежная и спортивная одежда со знакомым ярлычком имеет товарный знак «Сделано в Карелии» – своеобразную оценку качества продукции. Свою новую коллекцию «Зум» разработал вместе с Музеем изобразительных искусств и Творческим союзом художников республики. Совсем скоро ее придемонстрируют на открытии второй карельской биеннале. Такой опыт сотрудничества учреждения культуры и бренда одежды вызывает интерес. Очень удобные вещи. Чувствуется, что ты одет в картину, но эта картина такая теплая, мягкая и удобная, какой, наверное, ни в одном музее не встретишь. Тема биеннале – энергетика сдержанности, урбанизация, промышленность, север. С полотен музейных на полотна в швейном цеху перенесли работы карельских художников 60-70-х годов. Были выбраны такие художники, как Ниеменен, Грязев, Олег Исула Юнтанин, Иваненко. И все эти картины были трансформированы вот в такие масштабные принты для полной запечатки на ткани. Большие стройки, сплав, леса – то, чем жила Карелия полвека назад. Среднему поколению не нужно объяснять, что такое рабочая одежда. В принципе, многое из того, что мы носим сегодня, особенно зимой и в межсезонье, очень ее напоминает. Простота, удобство, практичность. Унисекс, опять же. Вы думаете, все это придумали сегодня? Ошибаетесь. Это отсылка к нашему индустриальному прошлому. И настоящему тоже. Очень интересная куртка. То, что энергетика сдержанности в ней прямо вот превалирует, это точно. У каждого известного дизайнера одежды своя история, свой путь к успеху. В Петрозаводске есть, можно сказать, настоящий инкубатор будущих модельеров. В бывшем дворце пионеров, ныне Петровском дворце, действуют сразу три дизайн-студии. Подиум, модный взгляд, традиции и современность. Как и в былые времена, моделировать начинают с самого простого – народных кукол. Мудрость народная. А в стол вот так два раза потерли, и получается сгибы, как у бумаги. Посмотрите. Затем подключают фантазию. Все мы привыкли уже к обычной одежде. Обычный свитер, обычный тренч, обычная юбочка прямого силуэта. А здесь ребенок может, не осознавая того, придумать какой-то необычный силуэт юбки или платья, которое потом может быть поплатить в ткани. Кого можно назвать модным человеком? Всех можно назвать модным человеком. Почему? Потому что они модно одеты. Человек, который носит красивую и уникальную одежду, которую он может даже сделать сам. То есть современно, модно одевается. Это когда все люди смотрят на тебя и думают, что ты точно на подиуме, а не на улице идешь. С фантазией у этих будущих модельеров, похоже, все в порядке. Можно иголку с ниткой в руки дать. Девчонки, расскажите, сейчас в магазинах можно купить практически все. Для чего вы шить учитесь? Чтобы быть дизайнером. Чтобы шить платья. Выступать по разным коллекциях. Все равно не купить в магазине то, что можно делать самому. Я думаю, что дети, приходя к нам в наши модельные студии, они прежде всего хотят быть непохожими на других, хотят чему-то научиться и уметь развивать свой вкус. В четвертый раз коллаборация модельных детских студий проводит неделю моды. Старшие девушки представляют свои лучшие коллекции. Я только сейчас заметила, что эти замечательные миниатюры японские, на ваших элементах одежды вышиты. Кто это делал? Все сами. Младшие пока осваивают и азы моделирования, и красивую походку манекенщиц. Красивые вещи надо показать достойно. Элегантность. Качество настоящей леди даже в 21 веке. В внутренней культуре осанка девушки может сказать, что она себя уважает в первую очередь, она уважает окружающих, она знает себе цену, она знает культуру поведения в обществе, знает, как общаться с людьми. И это при том, что она еще может не говорить даже ни слова. 7, 8, 1, 2, 3, 4, стоим, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дети на самом деле, большинство хорошо понимают, для чего они приходят к нам заниматься. То есть они понимают, где они дальше могут это использовать. И в большинстве своем это все-таки не демонстрация моды, а именно создание. То есть они понимают, что они могут своими руками сделать. Неделю моды в Петровском дворце завершил фестиваль «Линии Севера». В этом модном показе представили коллекции начинающие модельеры и профессионалы из Петрозаводска, Суаярви и Вытигры. Вот она перед нами – преемственность поколений. Коллекция очень интересная, коллекции надгранные, какие-то сложные, объемные, поэтому впечатление очень хорошее. Больше всего коллекций оказалось на этническую тему. И на самом деле это база, то есть огромная кладезь для создания современных коллекций. Тем более, что сейчас это тоже очень, как никогда, актуально. Помимо всегда популярного этно, было интересно увидеть современные, стильные и очень оригинальные вещи. Я занимаюсь росписью одежды, кастомлю, преобразовываю старые пиджаки в новые, необычные, креативные, уникальные вещи. То, что нельзя найти на полках любого магазина, это то, что для человека, про него, про его глубину. Этот жакет – мой фаворит. Про глубину говорите. Всем хорош. И главное – в тему нашей программы. Фестиваль моды «Линии Севера» проходит в четвертый раз. Событие вполне заслуживает того, чтобы выйти за стены учреждения дополнительного образования и обрести новый, более официальный статус. Красота ведь должна спасать мир. Ее, этой красоты, должно быть много. И она должна быть доступной. Не ютиться в маленьких мастерских, а рождаться в больших светлых цехах. Еще нужны люди, которые будут эту красоту поддерживать. Хотелось бы, конечно, это пустить на более широкую ногу и дать возможность молодым начинающим дизайнерам творить, финансировать их, вкладывать в их коллекции средства и показывать их на больших мероприятиях в республике Карелия, чтобы многие могли увидеть, что мода, в принципе, в Карелии есть. И много дизайнеров есть, кто этим занимается. Мы привыкли, что мода создается в мастерских Миланы и Парижа. Но оказывается, что и в Карелии много интересных дизайнеров и творческих идей. Увидимся на территории культуры! Субтитры создавал DimaTorzok